Максу 9 лет. Большую часть дня он проводит в школе, а после уроков отправляется погулять с друзьями. Вот и в этот день после уроков Макс и друзья по дороге домой решили поиграть в прятки. Мальчик решил спрятаться в густых кустах, надеясь, что его там не найдут. В своем тайном месте Макс услышал тонкий плач. Детей рядом не было, поэтому он решил, что это плачет котенок. Поискав вокруг, мальчик нашел источник звука, им оказался крошечный щенок. У малыша даже не отсохла пуповина, а значит, на свет он появился не больше суток назад. На земле щенок был совсем один, его мамы рядом видно не было. Пищал щенок с каждой минутой все меньше, наверное, силы почти покинули его. Щенок еще не открыл глаза и был необычайно слаб. Когда Макс позвал на помощь друзей, они не стали водиться с щенком, предложив оставить его на месте и продолжить игру. Макс уговорил друзей поискать маму щенка, но их попытки не принесли результата. Мальчик понял, что в одиночку малыш на улице не выживет, поэтому понес его домой. Вместе с мамой мальчик отправились в замагазин, прихватив и щенка, которого положили за пазуху греться. Сотрудники магазина рассказали, как ухаживать за таким малышом. Первые дни были очень сложными, ведь кормить щенка пришлось из пипетки каждые несколько часов. Через несколько недель щенок открыл глаза, сделал первые шаги и даже начал сам кушать. Когда кроха подрос, оказалось, что это щенок Чихуахуа. Собачка осталась у Максиму, а его друзья, которые предлагали оставить щенка на улице, завидуют другу, у которого такой породистый и забавный питомец. Продолжение следует...